Утро добрым бывает! В какую погоду лучше всего путешествовать? Конечно, в ясную. Ясного дня желает вам утро по-домашнему и группа Bad Balance. Что объединяет многочисленные Алтаи? Конечно, горы. Отправляемся в Чуйские Альпы вместе с нашим киноархивом. Что ждет путешественников в китайском Алтае? Как к нему подготовиться? Информация из первых рук в нашем полезном знакомстве. Нам дружба строить и жить помогает. Все о дружбе знает писательница Ирина Цхай из рубрики «Читай Алтай». Китайский Алтай официально называется Алтайской префектурой или Казахского автономного района провинции Синьцзянь. Узвестно, что в эпоху информационной насыщенности он оказался территорией неизвестности, которую мало кто посещает, и о ней мало кто пишет и знает. Согласись? Активное участие русских в становлении этого региона прекратилось в 50-х годах прошлого века. Вместе с тем прервался и поток информации. С 90-х префектура россиянам почти не навещалась. Республика Алтай хоть и граничит с Китаем, но перейти по ней границу сейчас можно, наверное, лишь только каким-то чудом. Официальные переходы у нас отсутствуют, поэтому ехать туда нужно только через Казахстан. Это чудо-вертолет называется. Там вам нужно проехать 500 километров от Пусть-Каменогорска до города Зайсан. По очень пустынной дороге до пункта пропуска Зимунай, Май-Копчегай. Да, после пустынного из Казахстана китайский Зимунай выглядит эпицентром жизни. Да, там такие тусовки-то. Ну, а путешествовать-то лучше в ясные дни, и чтобы было приятнее, делаем это под хорошую позитивную музыку. Прервемся на клип, а потом продолжим. Ясный день постучал в наш дом, и мы смело по ступенькам жизни вверх идем, чувствуя подъем. Светлый креатив преследует любовь в нас, успех и позитив. Простив тех, кто промахнулся вдруг, мы благодарим о город джунглей вслух. Тысячи рук каменный лес качали, в одном ритме жили мы новый мир создавали. Где-то вдали стиль свой нашли, который превратили мы в городские огни. Продолжая идти дует напутный ветер, создавая настроение при солнечном свете. Пусть будет на душе легко, в семье и на работе все хорошо. Пусть нам поет веселый день, и музыка любви побеждает лень. Пусть будет на душе легко, в семье и на работе все хорошо. Пусть будет на душе легко, в семье и на работе все хорошо. Плавно облака плывут по небу, будто корабли. Танец любви отрывает от земли мечты. И мы идем над сышами домов, друг друга понимаем без слов. Ритм городов, ломаных битов, нас обнимает, ты каждый качать готов. Полный простор, эмоции река, мы те, кого притягивает стиль и высота. Свет навсегда приоткрыл наш. Путешественники говорят, что с самого начала понятно, китайский Алтай – страна горная. Если сперва вас встретит зеленый оазис, километров через 20 начнутся желтые поля. Не только горные, но еще и горные. Да, можно выбрать два пути. Севернее – сразу в горы. И южнее – это с крюком через Урюмчи. Второй путь для тех, кто хочет погрузиться в культуру. Впереди вас ждет сухая пустыня. Но это уже даже не Алтай, это Джунгария. Замкнутая безводная система разрушенных низкогорий к северу от Тиншани. Там практически ничто не живет. Впрочем, если хотите добраться до мегаполиса Урюмчи, пусть вас это не пугает. А вот до Урюмчи китайский Алтай, наверное, покажется вам очень глухой провинцией, где половина населения составляет осетлые или полукучевые казахи. А еще там можно понять, что за красотой нужно было ехать севернее, в Алтайские горы. Их красоту можно оценить прямо сейчас с нашим киноархивом. Многих привлекают чуйские альпы. Отличное место для занятия альпинизмом. В альпинистском лагере Ак-Тру закаляют свою волю и мужество сотни юношей и девушек. Здесь же на высоте трех тысяч метров вы можете встретить и научных работников. Это участники экспедиции Томского государственного университета, изучающих ледники и их влияние на климат Алтая. В различных точках земного шара ведутся наблюдения по программе Международного геофизического года. Люди, пришедшие на алтайский ледник Ак-Тру, связаны общей целью с тысячами геофизиков страны и мира. Когда мы спросили нашего гостя, был ли он на Алтае, он уточнил, на каком именно. Потому что побывал он как минимум в четырех. У нас в гостях Алексей Котельников, путешественник. Алексей, доброе утро. Вы снова здравствуйте. Алексей, на этот раз мы поговорим о китайском Алтае. Вы там были. Чем же он запомнился? Это тот же самый, то есть та же самая республика Алтай, горы, леса? С одной стороны, да. Потому что республика Алтай, плато Укок, часть республики Алтай. И только переходишь границу, вроде все то же самое было. И бах, ты уже в Китае. Но дороги как таковой нет. Это граница. И чтобы попасть в китайский Алтай, нужно объезжать либо через Монголию, что проблематично, либо через Казахстан. И каждый раз делать крюк, ну, грубо говоря, в 500-1000 километров лишний. Вот. Это был последний из четырех Алтаев, который я не видел. Первый я освоил российский, затем казахский, затем монгольский. И вот он наконец-то попал в китайский. Я ожидал увидеть глушь, пустыню и разочаровался. Потому что тротуарная плиточка, фонтаны, освещение ночное во всех городах, шикарные инфраструктурные проекты, всякие красивые мосты, развязки. То есть никакой дикой природы, ничего первозданного? Нет. Это все, конечно, осталось. Китайцы на дочет с одной стороны молодцы. Они хорошо охраняют природу. Они не только умеют, точнее, гадить, но и хорошо охранять. Они быстренько везде, в маломайске красивое место, тут же организовывают нацпарк. Ну, и за денежки туда пускают. Я еще подумал, елки-палки, взяться все то же самое, в горный Алтай можно смотреть совершенно бесплатно. А здесь нужно платить юанях. Сколько стоит? Тогда, когда я был, это стоило, по-моему, 800 рублей на наши деньги. Просто вход в нацпарк. Неплохо. Теперь уже получается... На день, да? Да. Или просто зашел и живи там недели. 800 рублей в сутки. Тогда было. Сейчас, с учетом падения курса в два раза, но 1600, а может быть и дороже. У них же тоже инфляция немножко идет. То есть стоит надеяться 1600-1800, скорее всего, рублей за вход на ацпарк в день. Ага, а мы тут возмущаемся, что нам продают места под палатки в республике Алта. Ну, у них много мест свободных, куда можно и палатку воткнуть, но просто самые красивые места они просто огораживают, зорко следят и везде делают либо бетонные дорожки, либо красивые деревянные. И вот так вот в обе стороны перила и все. Вот ходи, любуйся, не дай бог бумажку бросишь. Ну, они тут же собираются, если кто-то и бросишь. Плати и ходи. Ну, зато какое количество там туристов-то принимается. Нам и не снилось этого. Ну, тоже, например, нацпарк озера Канас. Канас, оно как Телецкое озеро, младший брат Телецкого озера. Называют Байкал, старший брат, Телецкое младший. А Канас, получается, младший брат. И 2 миллиона человек в год, это минимум, который они принимают. Небольшое, вроде озерцо, 2 миллиона. Это как раз раз в 10 больше, чем у нас на Телецкое приезжает. А природа остается не тронутой при этом. Потому что вот ходи по бетонным этим дорожкам вокруг проложенным, и все. И шага в сторону, сходить с них запрещено. Население одного города, там порядка 170 тысяч человек. И так они работают с туристами. В чем же секрет? Много их просто. Очень много. Я просто вижу, как наши туристы приезжают. Ну, как наши туристы едут? Один автобус подошел, выскочили. А когда едут 100, 200, 300 автобусов колонна. Один за одним, один за одним. Они же такие еще шумные, эти китайцы. Ужас. И просто поток реальный. Жуткий, огромный поток. И одно за одно, одно за одно. И они вокруг тут же, конечно, создают инфраструктуру. Так как население там основные китайцы в этом районе, а казахи, монголы, то, соответственно, колорит. И, между прочим, еще потомки русских там остались. Они немножко обкитаялись. Немножко. Ну, они говорят, вот, посмотри, русский человек. Ну, я на него смотрю, китайцы, китайцы. Что там от русского? Ну, оказывается, вот, в какие-то там прошлый век его предки приехали, сюда немножко с китайцами помешались. Русский язык он, конечно, уже не помнит, ну, несколько слов разве что. Ну, и там такие есть русские деревни, так называемые. Алексей, ну, вы бы туда вернулись, или это вот чисто для галочки? Конечно, с удовольствием вернуться. Почему же там? Там красиво, там хорошо. И рядом, опять же. Ну, то есть, это, наверное, Алтайский край, Республика Алтай лет так через 10, да? Боюсь, что нет. Мы очень сильно... Вот раньше они как бы от нас отставали, но в 90-е годы они так далеко шагнули вперед, что теперь нам долго их догонять приходится. Десяти годами тут... Минус большой в том, что не пускают туда на своих машинах. Так это было бы замечательно, все рядышком. Нет, только с китайским правом. Спасибо большое, Алексей. У нас в гостях был Алексей Котельников. Он рассказывал о том, каким может стать наш Алтай лет так через 20. Не дай бог. Продолжаем наше виртуальное путешествие по китайскому Алтаю. Ну, и если вы вдруг решите туда отправиться несамостоятельно, проблем не возникнет. Район сейчас более-менее востребован, и его в год посещает несколько миллионов туристов. Ну, в основном, конечно, китайских. Учите языки. В Синьцзян-Уйгурском районе работают 460 турагентств, 403 гостиницы. Ну, практически международного уровня. Где-то 3 звезд, да? В том числе 12 пятизвездочных, более 10 тысяч экскурсоводов, которые говорят и на русском языке иногда. Справедливо заметите, что это на территории Китая. Но мы с Юрой без труда нашли в интернете предложения от российских туроператоров, которые могут вам помочь организовать путешествие. Но из Новосибирска в Урумчи налажен прямой авиарейс, поэтому все при желании доступно. Наша рубрика «Полезного аппетита» доказывает, что нам всегда доступна полезная здоровая еда. Прямо сейчас новый рецепт. Загадка. Много белка, кальция, фосфора смешиваем с клетчаткой, с фруктозой и витаминами. Что получается? Не знаю, витаминный коктейль какой-то получается. А ты почти угадала. Это будут сырники из творога, богатого белком и кальцием, вместе с яйцами свежими, вместе с клетчаткой в виде отрубей и натуральным медом, который содержит фруктозу и глюкозу. Это программа «Полезного аппетита», в которой здоровая еда перестает быть загадкой, становится ежедневной необходимостью. Учит всему нас этому бренд-шеф Евгений Кураков в подмастериях худеющая Маргарита Белова. Из расчета на две порции. Для сырников нам понадобится 3 яйца, 400 граммов творога, 150 граммов или 7 столовых ложек отрубей или отрубной муки, мед 20 граммов, это где-то 2 чайные ложки, натуральный йогурт по вкусу, соль. Предлагаю процесс разделить на два этапа. Я буду замешивать нашу массу, а ты впоследствии будешь формировать наши вот эти вот бублики, ежики. Да, хорошо. В глубокой емкости замешиваем тесто на сырники. Для этого в творог добавляем яйца, перемешиваем. Затем в творожную массу добавляем 2 чайные ложки меда, 7 столовых ложек отрубей или отрубной муки. Опять перемешиваем. Сейчас мы в принципе можем начинать формировать какие-то вот такие кучки. Ты мне поможешь или я могу это. Да, давай сделаем. И по традиции, все, что в основном жарят, мы запекаем. Мы запекаем, да. Формируем из массы колобки. Слегка надавив на них, получаем форму классических сырников. Чтобы они не пригорели в духовке, используйте бумагу для запекания или пищевую фольгу. В идеале творог желательно не сильно рассыпчатый, не сильно мокрый, не сильно влажный. То есть вот найти вот это, как бы именно поэтому не существует сырников одинаковых везде в любом месте, да. То есть некоторые любители их вообще ищут по всему городу, там самые лучшие сырники и так далее, и так далее. Будьте терпеливы и аккуратны. Отруби добавили сырникам воздушности, поэтому сформировать идеальную форму не всегда получается. Не мой сегодня день, не получаются у меня почему-то сырники. Вот даже здесь вот видно, что делала я и что делал Женя. Ничего страшного, сейчас в духовке, я думаю, все растает на свои места. Все поправят. Там уже, да. Температура в духовке должна быть 180 градусов, время запекания 15-20 минут. Сырники – капризное блюдо. Буквально минуты они могут сгореть. Не упустите момент. Вынимайте из духовки, выкладывайте аккуратно на блюдо, подавайте с белым йогуртом. Наши сырники готовы, и сырники у нас сегодня необычные и на вид, и на вкус, не потеряв при этом в пользе. Давай-ка расскажем, что можно посмотреть в китайском Алтае. Тем более, что район обладает тремя достопримечательностями, высшей по китайской классификации категории. Ну, давай-ка. Конечно же, первое, что приходит на ум – это озеро Канас. Телецкое озеро называют младшим братом Байкала, а Канас называют младшим братом Телецкого. Вот такая классификация. Но озеро и вправду красиво. Второе, что можно оценить и посмотреть – это озеро Тяньшань. Еще его называют небесным озером, так как оно расположено высоко в горах, а формой напоминает полумесяц. Движемся дальше. И следующая достопримечательность – виноградная долина. Это оазис посреди огромной пустыни в окрестностях. Ведет горячий ветер, приносящий песок, кругом раскаленная земля, но именно такой суровый климат стал идеальным для выращивания самого вкусного на земле винограда. И не забудьте посетить пещеры, тысячи бут и пылающие горы. Все это вам с радостью покажут дружелюбные китайцы. Они дружелюбные не покажут. Все о дружбе знают не только китайцы, но и алтайская писательница Ирина Цхай. С ее книгой вас познакомит рубрика «Читай, Алтай». Вы знаете, что такое дружба? А вот Ирина Цхай знает точно. Здравствуйте, с вами Мария Криксунова и программа «Читай, Алтай». Ежик с елкой подружился, с ней иголками делился, Мастерили вместе ловко всем лесным зверям обновки. Такая версия о дружбе представлена в книге Ирины Цхай. Ее книги любимы и детьми, и взрослыми. И в моих руках одно из таких изданий. Это книга «Солнечный зайчик». Победитель краевого конкурса на издание литературных произведений в номинации «Литература для детей и юношества». В этой книге нет злодеев. Она наполнена любовью к детям, окружающему миру и природе. Образы, которые создает писательница, очень яркие, такие же, как и иллюстрации, представленные в этой книге. Их выполнила школьница из Красноярска Анастасия Шишуначева. Книгу «Солнечный зайчик» высоко оценили коллеги Ирины Цхай. Многие похвалили, что язык, которым выполнена эта книга, помогает раскрыть всю фантазию, которая встречается у малышей. Эта книга будет очень интересна детям, но не менее интересна она будет и взрослым, их мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Ну вот послушайте сами. «Не смей сосать сосульку». Вот странные слова. «Сосулька» значит «можно», а мама не права. Исполнил этот странный родительский каприз. Лишь облизнул. Раз десять. Ну а потом догрыз. Так что читайте эту книгу и приходите за ней в Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку имени Вячеслава Яковлевича Шишкова. С вами была Мария Криксунова и программа «Читай, Алтай». Путешествуйте с нами, а лучше путешествуйте сами. Где-то это я уже слышал. Через неделю, в следующий вторник, отправляемся еще куда-нибудь. А сейчас прощаемся. Это было утро по-домашнему. До завтра. Пока. С новостями на этот день в студии. Кирилл Политов, здравствуйте. Сегодня в предпоследний день летних каникул губернатор края Александр Карлинс обсудит с педагогами и родителями задачи, которые предстоит решать в новом учебном году. Напомним, с 2020 года по указу президента все школы страны должны перейти на обучение в первую смену. Сейчас в крае идет мониторинг всех образовательных учреждений, а в день знаний свои двери откроют две новые школы края. Кроме того, уже с 1 сентября в России вводится так называемое инклюзивное образование в начальных классах. Теперь вместе с обычными школьниками будут учиться и дети с ограниченными возможностями, что потребует в том числе изменения методик. На Алтае хотят открыть халяльные отели для мусульман. Совет Муфтиев России совместно с представителями гостиничного бизнеса запускает проект по реализации стандартов халяль в гостиницах в связи с ростом потока мусульман в нашу страну, сообщают ведомости. Халяль в переводе с арабского дозволенная, разрешенная с точки зрения норм ислама. В таком гостиничном номере отсутствуют скульптуры и изображения животных и людей, есть коврики для совершения намаза, халяльное питание. В первую очередь проект будет реализовываться в Москве и местах компактного проживания мусульман на Северном Кавказе, Урале, Алтае и в Поволжье. Дни алтайского сыра прошли в эти выходные в Барнауле. Массу веселья и вкусных мероприятий организовала группа компаний Киприна. Благодаря одному из лидеров сыроделия на Алтае, компании Киприна можно было не только продегустировать сыр, но и зарядиться позитивным настроением, которое создавали аниматоры в ярких костюмах. Компания Киприна предлагала поучаствовать в беспроигрышной лотереи, покатать сырные головы, выиграть вкусные призы в викторине. Кроме того, совместно с шеф-поваром студии «Вкуса» провели увлекательный мастер-класс по формированию сырной тарелки, во время которого рассказали, с какими продуктами лучше всего сочетать сыр, а также в какое время дня он наиболее полезен для организма. А также развенчали миф о том, что сыр можно использовать только для приготовления бутербродов, ведь он может стать и самостоятельным блюдом, а при умелой подаче – полноценным обедом или ужином. Польза такой пищи неоценима, особенно если сыр произведен из отборного молока руками мастеров компании Киприна. Жители края просят придумать имя верблюжонку, который родился на гастролях в Барнауле в Варшавском цирке. В соцсетях предлагается множество вариантов – Алтай, Барни, Баребух, Вербик. Большинству понравился вариант Барни. Идею поддержали почти четыре сотни человек. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!